Рукфестиваль под открытым небом Парусфест отгремел на базе отдыха в окрестностях Хабаровска. Организаторы подготовили для гостей 72 часа живой музыки от лучших исполнителей Дальнего Востока. Выступления и диджеев, зоны фудкортов и мастер-классы. И это были не все сюрпризы. На площадке прошла дискотека нулевых, где отдыхающие могли вспомнить хиты зверей Максимы и Нирваны. Помимо пляжных активностей и жарких танцев на горячем песке, для гостей устроили и другие развлечения. Перерывы делали только на сон. Десятки воздушных змеев запустили в Магадане. Яркие полотна закружили в небе над парком Маяк. Там уже в восьмой раз провели ежегодный семейный фестиваль «Воздух-арт». Небо над парком в теплый солнечный день было раскрашено яркими цветами. Воздушных змеев запускали не только маленькие гости праздника. Без стеснения и с большим интересом этим занимались и взрослые. Также на фестивале было много танцев, проводили мастер-классы по вышивке, рисованию, созданию изображений 3D-ручкой и другие. Проект «Мама-предприниматель» стартовал в Якутске. Он реализуется в республике уже пятый год. Так, в этом году заявки подали более 90 женщин, из которых 35 пройдут образовательную программу «Мой бизнес», на которой они познают все азы предпринимательства и разработают бизнес-план. По окончании обучения женщины защитят свои проекты перед экспертами. Победительница получит грант в сумме 100 тысяч рублей и путевку на федеральный этап. Всероссийская военно-спортивная игра «Юнормейская застава-2023» впервые прошла в Чите. Участие в ней приняли более 150 юнормейцев из Забайкалья и Кемеровской области. Под руководством опытных инструкторов участники прошли курсы огневой, тактической, медицинской и туристической подготовки. Программа не только образовательная, но и включает творческие мероприятия, военно-спортивные игры, соревнования по тактической стрельбе и лазертагу. Добавим, Забайкальский край сегодня признанный Центр патриотического воспитания. Принять меры для обеспечения жителей Сахали на свежей рыбой потребовал губернатор острова. Он поручил Министерству по рыболовству увеличить объемы рыбы для льготной продажи, а также пресечь попытки недобросовестных предпринимателей оставить себе часть хвостов. Так, в прошлую пятницу на городскую ярмарку вместо трех тонн горбуши прибыло всего две. Одну тонну транспортная компания отгрузила на собственный склад. Из-за изменения маршрута остальная партия доехала до места продажи с опозданием на два часа. Такая ситуация не должна повторяться, заявил глава Сахалина. Уголовникам запретят работать водителями такси и автобусов на Камчатке. Ужесточить контроль в сфере пассажирских перевозок намерена транспортная инспекция региона. Так, за руль общественного транспорта не пустят имеющих судимость по тяжелым статьям, таким как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж или разбой и изнасилование. Кроме того, до сентября этого года все водители такси и общественного транспорта, которые работают по трудовому договору, должны предоставить работодателю справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости и уголовного преследования. Разлив нефти обнаружили в бухте Соболь у Владивостока. По словам очевидцев, масштаб экологического бедствия впечатляет. От бесплатного пляжа на Патрокли до Маяка в воду лучше не заходить. В воздухе острый запах то ли бензина, то ли керосина. Некоторые предполагают, что в загрязнении моря виновата какое-то стоящее на рейде судно, на котором могла произойти утечка нефтепродуктов. Напомним, в этом районе это не первое экологическое злоключение. Так, в апреле этого года в бухте Соболь серферы обнаружили борщевой набор. Капуста, морковка, лук и даже лимон плавали в море, причем не только у берега, но и вдалеке от него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова